Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно журнал The Economist опубликовал новый индекс Биг Мака и по этому индексу российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире. И что это значит нам переживать, страдать, как это использовать. Давайте порассуждаем. Для чего нужен этот курс Биг Мака? Дело в том, что в разных странах люди живут по-разному и в разных странах есть разные валюты. И как оценить, насколько дорого или дешево жить в той или иной стране? Каким образом сравнить? И американцы придумали очень интересный способ, как вычислить вот это вот, насколько дорого или дешево жить в одной стране. И они решили ввести следующее. Индекс Биг Мака. Рассуждения очень здравые на самом деле. Смотрите, в любой стране практически, куда бы мы ни приехали, мы можем найти Макдональдс. И в любом Макдональдсе всегда абсолютно стандартный ассортимент. И в любом Макдональдсе, куда бы вы ни зашли, его можно ругать, можно, так сказать, говорить о его преимуществах. Но чем хорош Макдональдс? Тем, что вы всегда знаете, что вы получите товар, вот этот самый Биг Мак, один и тот же, практически одинакового качества. Потому что там требования к стандартам приготовления Биг Мака, они не меняются от страны к стране. Таким образом, Биг Мак является абсолютно стандартным, абсолютно одинаковым, в какой стране вы бы не появились. Вы можете поехать в Индию или в Китай, и там совершенно своеобразная кухня. Я был в Индии, например, да, вот, не в Индии, в Китае я был. Вот, совершенно своеобразная кухня, кто его знает, что это такое. Поэтому, ну, многие предпочитают просто идти туда, где они знают, что не ошибутся точно, что будет то, что ожидается, это Биг Мак. Вот, поэтому Биг Мак является, в общем сказать, ну, практически он самый распространенный и самый стандартный продукт в мире, наверное, и поэтому он абсолютно всюду одинаковый. Поэтому, в принципе, это очень разумный метод посчитать стоимость, ну, как бы, жизни в ценах Биг Мака. Вот, и вот они посчитали, что в Америке Биг Мак по оценкам, я давно в Америке не был, 5,58 долларов стоит Биг Мак. А в России, значит, они оценили Биг Мак 130 рублей. Вот, ну, как они оценили? По сайту Макдональдса, очевидно. Вот, я, насколько помню, Биг Мак я брал, что-то, 185 рублей, но это было в очень крутом месте, на самом деле. Вот, ну, пусть будет 130 рублей стоит Биг Мак. Итак, есть цена Биг Мака одного и того же 130 рублей и 5,58 доллара. Нетрудно посчитать, что если 130 поделить на 5,58, то мы получим 23,3, вот я посчитал, рубля за доллар. А официальный курс рубля за доллар сейчас 60 где-то, ну, там, 4 рубля, да? Вот, за доллар. Ну, 63 пусть будет, вы понимаете, что 62 или 64, это разница небольшая, все равно больше, чем в 2 раза, практически в 3 раза рубль как бы недооценен. Ну, почему это происходит и как это использовать можно? Вот, ну, я как спекулянт, конечно же, у меня первая мысль, как это можно использовать, пойти в Макдональдс в наш, скупить, значит, там 200 тысяч Биг Маков или сколько у меня хватит денег, полететь с этими Биг Маками в Америку и там продать их. Вот, и на этом наварите больше двух, так сказать, больше, чем в 2 раза навар будет, понимаете, да? Вот, ну, понятно, что Биг Маки никто в Америку не повезет на самолете, но чисто вот таким образом логическое рассуждение. Вот что это значит, что просто берешь, покупаешь Биг Маки в России, везешь с собой куда-то и там их продаешь. Вот, можно легко посчитать экономическую модель и так далее, вот. Но для чего это надо? Во-первых. Во-вторых, в опле я постоянно вижу, что, ааа, наше правительство нас недооценивает, значит, надо, чтобы рубль стоил 23 рубля за доллар. Ага. Да, и на самом деле, почему так происходит и почему этого нет? Друзья мои, рубль будет стоить 23 рубля 30 копеек за доллар, когда мы будем работать примерно так же, как в Америке. Я был во многих странах и я видел, как люди работают. Вы знаете, что я занимался полиграфией. Вот, предыдущий мой бизнес был, полиграфия. Вот, сейчас я еще даже не закончил этим заниматься, но в начале 90-х я связался с консультантами с Голландией. Он тоже занимался в этом бизнесе, он пригласил меня к себе в Голландию, и я ездил в Голландию и знакомился о том, с тем, как поставлено у них это дело. Он тоже был владельцем типографии. Я посмотрел, как работают голландцы. Как работают голландцы различные предприятия, то есть малое предприятие, то, которое похоже на мое, потом более крупные предприятия. И всюду, где я был, когда я посмотрел, я говорю, сколько зарабатывает печатник. Ну, мы считаем, что печатник у них зарабатывает, там, все думают, что там заработки такие, там, типа, 5000 долларов, там, 3000 долларов в месяц. Вот, на самом деле, когда я спрашиваю у простых печатников, какая у них зарплата, они говорят, 1100-1200 евро где-то. Вот такие зарплаты у них. Вот, ну, по крайней мере, так говорят простые люди. Я так понимаю, что это после вычета всех вычетов и налогов, то, что они получают. Вот, это первое. Второе. Когда я увидел, как они работают, и я сказал, что если бы наши печатники работали так же, я согласен им платить такую же зарплату. Потому что, ну, у нас был период, когда-то там, в конце 90-х, по-моему, когда зарплаты резко стали расти, так сказать, доллар там был совсем дешевый, вот, мы тут все ходили с растопыренными пальцами, получали люди по полторы тысячи долларов. Но, извините, производительность-то была в три раза ниже. То есть мы продукции выдавали в три раза ниже, чем в развитых странах. После Голландии я ездил в Америку, и я видел, как работают в Америке люди в типографиях. Я общался, я там целый месяц прожил в Америке, и в нескольких типографиях был. То же самое. Люди работают, вот, как часики, как заводные, на самом деле. Там очень хорошо поставлена система профобразования, они там все настолько обучены, вообще, так сказать, в каждое движение отточено. Вот, я в Голландии был в учебном центре, где прямо вот обучали буквально, так сказать, там, с секундомером, наверное, вот, как быстро все делать. Потому что есть станок, и из станка главное выжать максимум. И когда я приезжал к себе и смотрел на наших печати, говорю, слушайте, ну, надо быстрее делать, надо быстрее. Вот, у нас время есть на, значит, перестановку краски там и так далее, там, полчаса, час возится там, ну, и так далее, и так далее. И, ну, в Америку и в Голландию я ездил в начале 90-х, а уже, ну, где-то в 2013 году, там, недавно, так сказать, нет, подождите, три года назад, последний раз я ездил в Финляндию. И мы в Финляндии печатали каталоги. Так вот, в Финляндии огромный аппарат тоже, так сказать, там тоже шустрее работают. Всюду работают шустрее. И почему работают всюду шустрее? Потому что, потому что у них производительность труда выше. Почему производительность труда выше? Потому что станки, парк станков намного круче. И их станки стоят, ну, скажем, там, миллион двести евро. Это вот тот станок, на котором просто печатали обложки для каталогов, которые вот я печатал там, в Финляндии. А внутренность печатали на станках, которые стоят. Это рулонные такие огромные станки. Он занимает где-то, я не знаю, станок длиной метров там 50, наверное, я не знаю. Да, где-то так. Вот, то есть его хрен обойдешь, значит, размером с двухэтажный дом, то есть он делает все. И когда я попытался просто во время работы станка, там, сказать, он такой полностью в автоматическом режиме, туда заглянуть, мне, так сказать, печатники отогнали, ты что делаешь? Значит, ты наступил на платформу, значит, там все, значит, тут же обрубается, станок останавливается. Потому что присутствие человека просто недопустимо. Вот, а скорость там совершенно бешеная, я там был. Когда мы поднимем свою производительность труда до такого уровня, то, в общем, сказать, мы не сможем удержать рубль на таких позициях, как сейчас. Еще один момент, для чего это сделано. Смотрите. Ну, первое, с чего я начал, что любой здравомыслящий человек скажет, блин, надо бежать, покупать бигмаки у нас и везти их в Америку, там продавать. Правильно? И это разумно, но это, я сказал, как бы в шутку, может быть, но, 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 для чего сделан такой низкий курс? Для того, чтобы стимулировать инвестиции в нашу российскую экономику. Потому что это касается не только бигмака, это касается автомобилей, это касается всего. И когда буржуи хотят что-то к нам привезти и продавать у нас свой товар, а у них товар все затарено, они ищут новые рынки сбыта, то что они приезжают, смотрят, блин, мы за такую цену не сможем продать. Но, если они построят здесь свой завод, то они будут получать наше сырье российское пропорционально, вот, очень дешево, намного дешевле, чем у них. Они из этого сырья производят продукцию с тем оборудованием, которое они сюда завезут. И на этом оборудовании они начинают работать. Конечно же, эта продукция будет стоить намного дешевле по себестоимости, чем в их странах. И зарплаты у нас ниже, чем в их странах. Поэтому все это сделано для того, чтобы стимулировать инвестиции. И вот у меня здесь, буквально в 10 километрах от меня, куча иностранных предприятий. Это южнокорейские, значит, там, табачные какие-то компании. Южнокорейская компания, которая производит резинотехнические изделия для автомобильной промышленности. В Калуге заводы Volkswagen, Renault, что там еще? Ну, Skoda производит все Volkswagen Group. Вот, здесь же у нас есть фармацевтические предприятия, хемофарм хорватская. Какая-то фабрика печатная, которая производит упаковку для этих лекарств из... Итальянская, насколько я понимаю. То есть масса-масса всего. Здесь есть предприятие у нас, Nestle построила, Samsung. Samsung у нас, вот в 10 километрах от нас, производит здесь телевизоры. Самые современные телевизоры сборочного предприятия Samsung. Так это выгодно. Samsung производит здесь телевизоры, завозит целая микросхема. Здесь сборочный цех, значит, они производят эти телевизоры в бешеном количестве. Дальше идет логистическая компания, в которой моя жена работала главным бухгалтером от Samsung. И поставки идут отсюда, телевизоров Samsung, не только по всей России, но и в логистические центры поставляют в Словакию, куда там еще, в Австрию. Вот, идут эти телевизоры, потому что здесь производить дешевле. И чем больше будет вот таких производств, которые за счет дешевого рубля выгодно здесь локализовать, тем дороже будет рубль. То есть постепенно, когда все это будет сравниваться с мировым уровнем, то, конечно же, будет все постепенно устаканиваться. Почему рубль – самая недооцененная валюта? Ну, на самом деле, вот, спорят, в течение долгого времени была все-таки гривна самая недооцененная, да и сейчас, в общем-то, скорее всего, так и есть, потому что там не совсем правильно посчитано. Вот, потому что это стимулирует инвестиции в страну. Но стимулирование инвестиций – это не только курс валюты. С курсом валюты у нас все в порядке. Защита инвестиций предполагает еще и судебную систему об этом, кто только не говорит, защита собственности. И именно поэтому у нас не идут инвестиции, именно поэтому наш рубль такой, вот такой недооцененный. Потому что, да, очень выгодно здесь строить производство, но очень опасно, потому что чуть в то и бизнес могут отобрать. Я думаю, масса примеров. Вы это знаете, вы это читаете, это знает наше правительство, но ничего не может с собой поделать. Ручки шаловливые, они вот такие. И поэтому здесь вот такая низкая оценка рубля, такой низкий курс рубля говорит о чем? О плохой работе, нашей работе, и прежде всего о плохой работе нашего правительства. Как это ни печально, нашего руководства страны. И пока руководство страны это не осознает и не начнет работать лучше, у нас так же и будет. И чем это мне грозит лично, например, да, ну вот я собираюсь ехать в различные страны, вот, в путешествия, и я это делаю регулярно, и я вижу просто, что куда бы я ни поехал, ну не всегда, вот, цены совершенно разные, и в пересчете на наши рубли, когда я пересчитываю через доллар местную валюту на наши рубли, то цены абсолютно разные. И я вот собираюсь ехать, например, в Финляндию, потом в Швеции, а в Швеции дороже Бигмак стоит, чем в Америке. В Норвегии еще дороже, один из самых дорогих Бигмаков. Вот, дальше Дания тоже так себе, так сказать, в общем, мало не покажется. Вот, дальше Германия, там Франция и так далее. Ну, если Финляндия, Франция, Германия – это евро, то Швеция – это шведская крона, Норвегия – норвежская крона, Дания – датская крона. Они переоценены по отношению к доллару, вот, такие страны. И как я поеду, я буду рассказывать вам про те продукты, индекс тех продуктов, которые, ну, продаются в супермаркетах, я это планирую делать. Вот, ну, я надеюсь, что я как-то вот… Да, это только мои мысли, мое мнение, оно может быть спорным. Если у вас другое мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны вы со мной или в корне не согласны, что мы должны, значит, получать, что наш курс должен быть 23 рубля за доллар, и это будет круто, потому что мы сможем ездить всюду, и вообще можно уже не работать. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!